всем привет очень давно не записывал видео да и в любом случае когда падает рынок либо вы в лучшем случае держите short ну а в худшем случае вы постоянно меняете тактику в торговле торгуя в short торгуя в лонг и в любом случае статистика говорит о том что большинство людей начинает сливать что я хотел вам сказать просто сегодня поговорим так введение что у нас есть полезного совета и так далее для новичков вот на что хотел обратить внимание это то что вот двенадцатом году вот одиннадцатом году bitcoin стоил 2 доллара 3 доллара то есть небольшое количество и вот посмотрите никто никому в принципе он был не интересен до где-то семнадцатого конца середина семнадцатого года также также заметьте что вот это все идет я бы не сказал что маленький рост да вот с тринадцатого года криптовалюта со 105 долларов выросла до 1163 это в принципе очень большой рост а также если посмотреть минимальные 8 она упала практически на 75 процентов потом из понятно 4 долларов сделать тысячу это тоже большой процент так вот вот эти два бара это возьмем там 10 процентов да все остальное 90 80 процентов криптовалюта прыгает плюс минус но опять-таки в начале это ощутимо большие проценты если мы возьмем здесь то здесь мы можем увидеть там окей сто процентов может быть 200 процентов роста от низа но не тысячи процентов или миллионы процентов которые были показаны в начале да когда криптовалюта стоила очень мало также вы видите опять небольшой рост на протяжении 80 процентов всего времени это 3-4 года и 10 процентов только роста также идет падение криптовалюты достаточно долгое падение и опять рост если мы возьмем от первой точки до второй точки то у нас заметно что здесь опять-таки 10 процентов все остальное для 20 процентов до роста все остальное это у нас 80 процентов падения также у нас здесь есть консордации где-то до плюс минус падает цена на одном и том же уровне торгуется и потом значительный рост вы все помните этот рост и здесь мы приходим к тому что криптовалюта вроде бы упала и должна расти но это потом мы поговорим об этом тоже фильм эфир по графикам если мы посмотрим то по графикам они практически все сходны схожи что bitcoin что эфир то есть практически все они торгуются плюс минус одинаково если мы в семнадцатом году возьмем подъем в январе до в декабре и в январе падение то в эфире декабрь до январь эфир у нас тоже будет и январь февраль тут чуть-чуть другая другая история но практически все одинаково у нас идет если посмотрим тоже тот же sol это у нас 21 год сентя ноябрь 21 года и падение декабрь 21 года вот у нас до ноябрь 21 года и декабрь 21 года все также пошло вниз вслед за bitcoin поэтому прежде всего новичкам нужно научиться почитать график биткоина и рыночную капитализацию смотреть смотреть за вообще в принципе за рынком но у каждого своя волатильность если bitcoin допустим падает здесь падение на 10 процентов то альткоины такие как соу дженте луна и так далее они падают в два раза больше и быстрее я когда-то делал разные прогнозы на когда записывали мы видео достаточно много прогнозов было даже по тому же api и тогда мы говорили что цена достигнет своего пика и будет падение здесь понятно было предположение что мы можем остановиться или пойти еще ниже тоже мы можем посмотреть и на другие криптовалюты где я чертил давно не заходил на них потому что они в принципе особенно как луна показали себя ненадежными валютами где можно хранить луна то вообще разочаровала многих и к сожалению соскамилась есть разные стратегии по трейдингу и по моему опыту что можно вам сказать опять-таки новичкам это то что не нужно спешить торговать чем больше вы делаете разных движений прыгайте то шорт то в лонг рынок обязательно вас словит и может забрать ваши деньги даже если вы десять раз были в плюсе то всего лишь пару один два неудачных трейда и все ваши деньги могут быть с едины фьючерсами особенно на фьючерсах это уже безвозвратно их вы не вернете устанавливайте это приложение к себе то есть устанавливать заходите регистрируйтесь ссылки внизу под видео будет описание группа заходите регистрируйтесь пробуйте также те люди которые хотят очень быстро заработать вот должны понимать что зеленая зеленые пин бары это свидетельство о том что есть достаточно много покупателей и выкупают валюту да также когда мы видим красные пин бары это значит уже начинается там продажи да больше продаж чем покупок то есть то есть не то что больше продаж и покупок это значит что люди начинают фиксировать свою прибыль и те новички которые покупают допустим криптовалюту дороже чем те люди которые купили изначально и уже продают они начинают продавать себе в бы так ну плюс минус понятно те люди которые здесь купили они могут и здесь продать и быть в плюсе но по большому счету вызывают такое ощущение что вот сейчас уже пора еще еще покупать люди начинают психологически понимать что они сейчас не успеют уходящий поезд и начинают вкладывать жадно вкладывать свои деньги и там через какое-то время может даже через пять минут или через час или через там пять часов начинают либо продавать получая небольшой процент либо продавать минус вот вы уже все понимаете что купив здесь за 8000 продав здесь за 61 тысячу был бы больше выхлоп да чем вы бы здесь купили тут продали здесь купили тут продали здесь купили продали тут где-то продали в с убытком здесь продали с плюсом ну в общем мы их чем опыта научились бы за это время естественно вы бы могли набить руку но те люди которые просто купили на хорошую сумму внизу и продали наверху получат больше чем вы ежедневно будете торговать вот и потом получается что вот как раз вот здесь вот когда вот говорят вот сейчас будет миллион вы сейчас не успеете сейчас все прям взорвется и будет нереальный нереальный рост в этот момент очень много людей заходит даже если они здесь где-то продали успешно они верят там в какой-то хайп и начинает опять вкладывать то что заработали начинают вкладывать здесь и начинают понимать что их обманули да и тем люди могут и не выходить да да по ней купили и все и держи да вот во второй части когда крипто это вышло еще выше то те люди которые здесь были до изначально те кто застрял с покупками здесь они максимум мы заработали за это время там 16 процентов и потратили примерно 182 дня без спокойствую что у них по сути допустим из 1000 долларов у вас у них было бы минус 50 500 долларов осталось из 10000 5000 100000 50 тысяч осталось то есть выдержка понятно это не всегда хорошо как вы поняли и стратегия еще одна это докупать на каждом просто на каждой просадке здесь вы купили здесь прокупили здесь 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 и по сути если бы вы все это время покупали то без убыток у вас естественно был не здесь где вы купили первый раз а где-то посередине между суммой купленной первый раз и общей суммой которые вы выкупали на протяжении какого-то времени но опять на это нужно много денег и нужно много терпения потому что на протяжении на протяжении 6 273 дней все это падение люди в минусе и минус 67 процентов все дело в том какой первоначальную ордер вы поставили купили да насколько это было допустим у вас 10000 и у вас осталось там 5000 вы где-то на 5 покупали то понятно что вы существенно не снизите уровень без убытка если бы вы купили тут на тысячу потом еще на тысячу где-то еще на тысячу потом на 5000 на 10000 и вот когда он уже начал подниматься то существенно вы бы уже примерно без убыток там был был бы у вас на 306 тысячах и вас то ждать там в принципе немного осталось до 43 процента роста что много есть много вероятности того что криптовалюта может вырасти до вот этого уровня как раз этот уровень будет сопротивлением неким объемом боковым видите вот здесь вот начинается сопротивление ценовое биткоина вот здесь он вроде как прошел здесь у нас такая глобальная поддержка на 8000 все думали что сейчас мы спустимся еще на 8000 не исключено возможно не отрицаю может такое быть может быть недостаточно покупателей недостаточно каких-то полезных позитивных вещей еще какая-то будет плохая новостная новостной фон особенно вы знаете чем ближе к декабрю тем что-то мир с ума сходит то коронавирус это еще какие-то болезни поэтому нужно быть ко всему я думаю готовым поэтому мы можем допустим вырасти до 30000 и потом еще так так вот как-то упасть либо здесь отсюда упасть либо вот примерно до чтобы понимать мои мысли что может быть вот октябрь ноябрь декабрь то есть этот период ну а в случае если позитивные какие-то будут позитивные какие-то будут новости ну тогда все возможно тоже есть посмотрите пока на тепловых этих картах s&p 500 все в зеленом цвете и биткоин зеленым поэтому кто думает что каким-то образом биткоин может отличаться от роста вот если все здесь красное а биткоин будет зеленым но не всегда не всегда особенно если все компании теряют процентов я думаю биткоин тоже потеряется проценте то есть тоже интересно посмотреть поизучать графики вот как вы поняли мы уже очень давно торгуем примерно с вот февраля 20 года мы торгуем биткоином были неудачи были и удачи но основное я в принципе вам сказал это то что нельзя торопиться в трейдинге нужно больше изучать понимать что это не какая-то не какое-то казино это наука это в каком-то роде философия это психология потому что торгуют такие же люди как и вы и также ведутся на уловки людей которые имеют больше денег особенно этим людям очень легко манипулировать вашим скажем вашими деньгами на небольших криптовалютах которые имеют достаточно большие большую волатильность вот как вот здесь вот то есть люди которые думали что 136 процентов криптовалюта выросла но за очень быстрый период криптовалюта упала на 89 процентов то есть люди которые с деньгами они просто пособирали здесь деньги и ушли отдыхать те люди которые думали заработать там прокормить семью и так далее ну возможно вот здесь вода можно было бы что-то вернуть если вы здесь незначительную сумму потратили да если значительную сумму но представляете какие проценты минусов также на луне очень много людей прогорело очень много и при том что даже на споте и потому что где бы вы не зашли здесь вот минус сто процентов было то есть и так бы вы зашли вы получили минус сто процентов и даже вот где-то здесь уже думаю супер классная цена надо заходить это там 33 и даже 7 и 5 то есть я даже сам скажем так купился на это потому что не понимал до конца всей серьезности ситуации но вот эти пин бары потом которые вы видите они были очень большие кстати говоря какой-то период не могу найти но там даже очень очень большие пули наверное если взять а вот этот пин бар до до упала да и на три с половиной тысячи то есть по сути можно было заработать но кратковременно потому что опять если бы вы не вышли вовремя то у вас бы до сих пор ну понятно что она выпустили ее в луна по-другому она начала называться вот перевыпустили эту монету но потеря я думаю не важно не возобновили не компенсировали поэтому очень очень нужно внимательно быть на этом рынке если вот вы реально хотите заработать больше изучать и и вкладывайте столько ровно столько сколько вы можете потерять также было gmt криптовалюта которая кстати рисовал здесь до выросла до 4 вот вот я рисовал выросла до 4 и и начало падать вот представляете кроссовки которые были очень дорогие и люди которые бегают до сих пор их потенциал там на заработок уменьшился на ну допустим на сегодня на 77 процентов из начале из того того пацан танцевала который должен был быть до 77 процентов может быть но и там час копят и надеются что криптовалюта отрастет грубо говоря но но все это очень интересно для многих но ничего не понятных она так и есть то есть этим нужно заниматься раз вы уже начали заниматься профессионально если нет то тогда лучше и сюда даже не заходить вот так как для тренировки мозга для какого-то хобби для того чтобы такое интересное что-то в жизни постичь это вот в принципе годится чтобы тратить на это время и как раз может будет развиваться и вы будете что-то новое изучать это ведь это интересно и будете понятно торговать именно на удовольствие и понимая все свои риски вот так я думаю можно а если вы хотите без работы последние деньги вложить и заработать здесь большие проценты нужно вам снять розовые очки и перестать об этом думать потому что вот максимум да вот это это очень круто сейчас это там сто процентов можно было бы заработать 32 процента но это если вы видите как заходить а вот в этой ситуации думаете вот сейчас будет то же самое в этой ситуации максимум вы бы заработали 11 16 если бы не проспали вот 11 или же проспали и вот заработали 6 процентов стоит ли это ваших усилий ваших нервов нервничая там вложив последние деньги я считаю не нужно и нужно это вам поэтому я довольно в прошлых видео довольно много рассказывал про мир криптовалют про разные свои мысли да и когда я торговал усиленно и ночью и общем ежедневно ежедневно каждую секунду высчитывал выписывал эти все бары смотрел как может быть в основном вы помните но у тех кто давно смотрят наши видео вы помните четкость прогнозов практически возьмем 90 процентов все было так как было рассказано в прогнозе да по видео прогнозе но опять-таки прогноз это круто а вот практика это совершенно другой поверьте когда вы начинаете торговать у вас что-то не знают у меня что-то происходит такое что седьмое чувство не включается и я ставлю не совсем всегда правильный выбор не совсем всегда правильный то есть как-то просчитываю но она как-то не так хотя по прогнозам если посмотреть если бы зайти вот так как я говорил и выйти то можно было бы хорошо заработать но в практике почему-то так не получается почему потому что психология потому что вы начинаете когда уже живые деньги когда вы не фантазируете когда вы уже напряженные не ослаблены вы намного по-другому начинаете информацию и воспринимать и выдавать да на практике совершенно по-другому вы меняете сразу свое видение совершенно в другое другой в другой расположенности то шортики то вы талангуете почему-то поменяли вот получили там какой-то процент а из особенно не используйте большие плечи это только вредит то есть если бы в большие плечи выставляете просто выставляйте минимум чтобы просто посмотреть насколько вы правы потому что всегда можно успеть заработать как вы видите на графиках а вот потерять можно очень очень быстро и всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки что-нибудь напишите в комментарии может быть ваш опыт задавайте вопросы всем пока